Электронное билетирование в общественном транспорте появится уже к октябрю, заявляли ранее в мэрии. Но производство проездных карт еще не началось, готовы только их прототипы. В синем цвете это стандартные для горожан. Еще будут красные бесплатные для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, почтальонов и льготные зеленые для школьников. В школу сейчас собирают данные. Хотел бы отметить, особенно для родителей, которые очень переживают, что данная карта не обязательно к получению. Если вы ее получите, то ваш ребенок будет иметь право льготного проезда за 175 сом ежемесячно. Единый, который текущий тариф установлен, установлен нами, мэрией. Месяц поездок обойдется для горожан в 495 сомов. Разовый проездной можно будет приобрести у самих водителей за 50 сомов. И потом пополнять его по мере необходимости через терминалы. Удобно для тех, кто пользуется общественным транспортом, нечасто. Данный аппарат называется валидатор, который считывает электронный проезд. Если приложить карточку так, здесь загорается зеленая галочка о том, что оплата уже произведена. Если у вас загорается оранжевая карточка, это объясняет тем, что у вас карточка, деньги уже заканчиваются, если карточка заканчивается. Если карточки денег нет, то здесь на экране высветится красная. Пока такие валидаторы установили на некоторых автобусах 8 маршрута и 12 троллейбусах. Всего 20. К концу года планируется оснастить весь муниципальный транспорт. А выдача карт льготным категориям и школьникам намечена на 20 октября. Массовая продажа на ноябрь. Юлия Кулешова, Дмитрий Толстогузов, телеканал «Апрель».